Монтаж резинки первого стекла Такой непростой труд, трудоемый Что за длинность? Все роман Первое стекло пошло Вот так оно встает сюда базу И потом крышечку Сейчас вставим второе стекло Первое поставили Смотрите, вот тут амортизирующая резинка проклеивается И ставится угловой Прикручивается с аморизами к трубе К торцу Вот эта сторона прижата Сейчас следующее стекло Двадцать пять лет? С аморизами? Нет, не тащите Резинка внизу амортизирующую Ставим Теперь крышка Вот такая с резиночками Берется молоток Упасть надо, Механыч Упасть надо, Механыч Упасть надо, Механыч Ты же профи Тестая она вот мучилась С резиночками Все попало И забиваем У тебя есть? Угу Вот так вот не до конца Потому что здесь будет ставиться еще перелив Вырезаться, обставляться Так Теперь следующее стекло Ну что я держу? Идите за стеклами Что делать то ли? Нет Так Времянку раз Зацепили и все Правильно я понял? Да Сейчас стекло поставится Потом будут еще ставиться Когда все выровняется Диагональные усилители Для разбора стен Чтобы исключить хождение Главное в любом деле Это подготовка Это просто Раз Стекло Два Три Сейчас четвертая Не прошло десяти минут Стена закрыта Больше времени уходит на подготовку Сейчас Будут открыть вторую стену С другой стороны Теплица уже обретает свои черты Потом будут все декоративные элементы Крепежка Все раскрепляться Усиливаться И будет уже Шикарная теплица Сейчас будет подготавливаться Должен длительный процесс Переливы ставятся Видите Отмечаться все Подрезаться Под крышку То есть Ставятся стены Потом Ставится стекло На крышу Так На переливе все Отмечается Вырезается ножницами И вставляется Под паз И все это захлопывается Стекло Прозрачно Красиво Практически Закончили Ветер вообще сильный Сильный Начнем Первое Каркас Для Каз 40х40 Оцинкованная труба Плюс что еще значит стекло 4 стандартная прозрачная сейчас я вам покажу снаружи как что крепится вот задавали вопрос как оставить если что здесь смотрите здесь глухой торец здесь стоит просто прогон 20 на 40 если вы хотите врезать окно здесь вот то нужно здесь поставить прогон 40 на 40 чтобы было рама цель на 40 на 40 это первое идем дальше система подвязки все очень просто крепится видите два собореза карабин трос зажим и пошло через арки естественно теплица очень высоко и вам нужно будет с лестницы для как вот у меня я со стремянок каждый год подвязываю нитки то есть бечевку как хотите называете шпагат по-разному все называют шпагат бечевка там веревки мода по вам бинты и подвязывать к этим торсам чтобы они вот так вниз спускались на грядке идем дальше значит дверь дверь здесь алюминиевая стоит с зазором естественно ведь и свободно крепится на она на саморезы обычное по дереву сначала отверстие сверлится до миша отверстие и потом крепится сейчас мы применять стали новые двери вот такой крючок приходится делать его на алюминий пишу берегов это шуруповер сейчас новая дверь у нас идет с порогом обратите внимание по просьбам наших садоводов и вот такая дверь сейчас еще отрегулировать ее надо и она закрывается на замок пять ключей двух сторон ручка все фиксация вот на такой крючок по-другому здесь уже ничего не придумать потом если многим как можно установить купить там хостоваров или где в мебельных специальные которые для дверей фиксирующих но мы не можем знать потому что у каждого клиента разный фундамент идем дальше крепление стекла происходит с помощью базы крышки вот эта крышка видите с резиночкой если мы заглянем вовнутрь то вон там мы видим базу так называем в которой ложится стекло раз стекло два стекла сверху закрывается базы специально делаем длиннее выступ на это здесь получается заказная конструкция здесь побольше выступ сделать так они идут где-то сантиметр два выступ стекло идут вот такие пластиночки одевается торцевой профиль что стекло не было он все прикасалось с металлом дети обратите на это внимание по две штуки чтобы она сюда и не съезжала а с другой стороны она загибается вот за счет этого уголка в другую сторону здесь она загибается сюда а там загибается в другую сторону а собирается каркас просто каркас голы выставляется раскрепляется следующий этап я вчера выкладывал это покрытие это приготовление то есть под главной подготовка подготавливается везде потливы это 50 на 50 они идут в комплекте прикручивается база на стойке базы прикручивать потом я вчера показывал как ребята вставляют выставляется стеклом потом временно прикручивается уголок на самый край потом он откручивается потому что надо вставить здесь стекло второй этап это значит стекла то есть после каркаса после подготовки это установка стекол на стенах с одной стороны с другой потом третий этап это подготовка под установку стекол на крыше то есть если у вас форточный блок его нужно резать там ставится обычно не разъемные профили ставится на его чем на крышу стекло и потом занимается ребята торцами уже последнюю очередь торцы стекла значит состоят одна часть 2 угловая цельная и верхняя соединяется все то же самое вот так база крышкой вот видите если отгружаем по россии в основном вот это все ложится в большем размере что по месту можно было подпилить подпиливается обычно болгарка с диском 1 и 2 также здесь ничего не герметично чтобы вода которая попадает уходила и стекала здесь вот резиночка идет заводская на дверном проеме форточный блок знаете чтобы установить на стеклянную теплицу нужно разрезать стекло разрезать в размер потом разрезать вот так вот на треугольнике один треугольник устанавливается на форточный блок с помощью саморезов даже если вы хотите автомат то нужна вот такая тяга давайте как-нибудь а сама сюда тяга вот такая вот они устанавливаются уголок которым крепится пружины и автоматы сейчас здесь жарко они уже открылись все на разный размер пока еще открылись все по-разному то есть пружина которая возвратно возвратного возвращает и термопривод который идет на 4 миллиметра и на поликарбонат на торце кто если знает также на стекло она опирается на эту прокладу на резиновый уплотнитель вот сюда вот стекло вот посмотрите ребята через шайбочки крепят сейчас покажу вот если видно которые идут в теплиц и загибают их видите как и даже все это обклеивается на резинку вот так да вот так вот вида резиночка обклеена глухой торец полностью делается целое место двери стекло здесь стекло здесь стекло здесь здесь и верхушка кащик заказал у нас вот такую зелененькую емкость на 500 литров с подставочкой с питера нам привезли под заказ именно хотелось зеленую почему-то не знаю но захотелось не передает цвет да он яркий очень сейчас где-то солнышко а то на видео какой-то мутноватый хаки а так это очень яркий яркий зеленый цвет на 500 литров с рейс бою же на три четверти сюда краник можно врезать и поливать в теплицу на стенах нет прогонов есть диагональные усилители для более жесткости на каждой стене по три штуки крепление каркаса с помощью анкеров 8 на 100 если у вас бетонное основание всем огромное спасибо за просмотр такая теплица шикарная получилось теплицу заготовлены под заказ так как фундамент был приготовлен под другую теплицу мы сделали 277 подписывайтесь заказывайте такие шикарные теплицы всегда будем рады ставьте лайки палец кверху спасибо огромное всем пока